Все вы наверняка слышали выражение «начитанный человек». Но по каким признакам можно понять, что именно этот человек начитанный? Давайте разбираться. Итак, вот мои пять признаков начитанного человека. Во-первых, конечно же, широкая эрудиция. После того, как вы потребили десятки и десятки самых разных произведений, вы так или иначе эрудицию свою расширяете, а значит, можете поддержать разговор на довольно большой, на довольно широкий спектр тем. История самых разных периодов, художественная литература, научно-популярные произведения. Так или иначе, ваша эрудиция расширяется по мере того, как вы читаете все больше и больше и больше. Плюс, если мы ведем речь о художественной литературе, вы начинаете лучше понимать отсылки к другим художественным произведениям. Читаете много художки, но, вероятно, по большей части классической, и понимаете, почему некий новый постмодернистский автор дал своей героине фамилию Мармеладова. Пункт номер два. Большой словарный запас. Безусловно, с всеувеличивающимся количеством прочитанных произведений, то, с какими вариациями вы сможете изъяснять свои мысли, будет только расти и расти. Если до начала активного прочтения литературы вы, грубо говоря, не могли связать и двух-трех слов, после того, как вы начнете нашпиговывать свой разум не только новыми образами, но новыми метафорами и новыми отдельными словами, ваши способности к изъяснению, да, ваши способности к объяснению того, что же вы хотите рассказать, они вырастут. При этом хочу заметить, что вовсе не обязательно быть книжным червем, чтобы обладать широким словарным запасом. Мне известны случаи людей, которые не слишком большие фанаты книжных всяких дел, да, но при этом они способны так впечатлить фразами, какими-то оборотами, просто отдельными словечками, что просто диву даешься. Однако, по моему опыту, в большинстве случаев тот человек, который обладает широким словарным запасом, также очень любит читать книги. Третий пункт. Уважительное отношение к чужой точке зрения. Это очень важный пункт, потому что чем больше произведений мы потребляем на определенную тему, тем более глубоким и всеобъемлющим становится наша картина мира отдельно взятого предмета. И мы начинаем понимать, что на этот самый один предмет существует много разных точек зрения. А если мы, к тому же, до этого были более-менее открыты, и мы не упарываемся только по произведениям односторонним, а читаем и другие, мы начинаем с вами понимать, что человек, придерживающийся другой точки зрения, он тоже человек. И по какой-то же причине он пришел к этому воззрению. Ну и тут, хочешь не хочешь, начнешь эту точку зрения, ну, если не разделять, то хотя бы уважать. И здесь также играет тот фактор, что, когда мы потребляем больше информации, мы начинаем понимать, как мало мы все-таки знаем по тому или иному предмету. Так что остается только читать больше и расписываться в собственном незнании. Вот такой вот парадокс. Пункт номер четыре, друзья. Вы отлично начинаете понимать правила пунктуации, но при этом не можете их объяснить. То есть вы знаете интуитивно, да, инстинктивно чувствуете, где же поставить точку запятой, тире, или же запятую, но при этом вы не можете в точности объяснить, что, ну, например, да, здесь у нас депричастный оборот, здесь у нас какая-то вводная конструкция, некое вводное слово, а здесь ситуация, да, стире какая-то. Вы не представляете, сколько раз я друзей слышал, которые любят почитать, что, ну, вот как-то так сложилось, не знаю совсем правил русского, но почему-то вполне себе пишу без ошибок. Здесь же, помимо пунктуации, можем посмотреть на правописание, на то, что вы не допускаете зачастую досадных ошибок, просто потому, что пять тысяч раз уже отдельно взятое слово видели, и интуитивно понимаете, как нужно его написать. Здесь же быстрая ремарка, я как преподаватель английского должен заметить, что это же срабатывает и для любого нового языка. Если вы хотите лучше разбираться в английском языке, начинайте как можно раньше читать тексты на английском. Это позволит вам запоминать правописание отдельных слов, и работу с грамматикой тоже выстроит, ибо вы будете интуитивно чувствовать, да, разовьете так называемую языковую догадку, будете чувствовать, где поставить то слово или иное, а где лучше этого не делать. Наконец, пункт номер пять. И он звучит... А никак он не звучит, друзья, потому что я решил немножко схитрить и обратиться к вам за помощью. Обращение это в двух частях. Во-первых, сейчас, после завершения ролика, вы увидите нарезку из тех ответов, которые уже дали мои подписчики в паблике ВК, ну а вторая часть, это моя просьба к вам, пожалуйста, напишите в комментариях, а как, по-вашему, мы можем распознать читающего человека? Как, по какому признаку мы сможем распознать, что этот человек начитанный? Выберите один признак и поделитесь им в комментариях. Давайте создадим большой такой пул ответов. На этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео, друзья. До встречи в новых видеороликах. Не забывайте получать знания, делиться ими. И давайте посмотрим ответы от моих подписчиков ВК. Субтитры сделал DimaTorzok